Сегодня у нас немножко такая русскоязычная передача. Сегодня мою передачу также могут не только смотреть, но и понимать мои русские друзья и наша русская аудитория. Сегодня у нас особая передача и наш гость чемпион Европы по дзюдо. В 2018 году наш гость стал чемпионом Европы, представлял сборную Армению и он первый человек из сборной Армении, который стал чемпионом Европы. Совсем скоро он подойдет и вы увидите нашего героя. Я думаю, что это не так, но это не так, но пока мы с вами будем. Фертинам чанчинка, я думаю, что это не так. Наш первый вопрос. Как прошла твоя подготовка перед чемпионатом Европы? Ну, в принципе, подготовка прошла довольно-таки успешно. Завтра уже вылетаем на чемпионат Европы. Это будет уже толчком для Олимпиады в Токио в 2021 году. К сожалению, в 2020 году был коронавирус, поэтому... А, понятно. Второй вопрос. Это не так. Понятно? Понятно? Мы по Явлску заканчиваем. Где-то через минут 20 чуть опаздываю, брат. Но где-то через минут 20 я уже закончил. И приеду. Скажи, брат, куда надо чем подъехать. Да, все. Да, все. 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 Вы можете дать. Дайте, держите. Показать. Все, два, три, два, три. Уже в плане не у меня. Увидимся. Все. 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 Не-не-не что? Не-не-не А? 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 Силу без права и права Ваши ли ты улыбаться? Идем Тас, тас Канис не А он слегка Айлайд 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 Здравствуйте мои дорогие подписчики Наш гость Пришел Это чемпион Европы Наш известный Спортсмен По тюдо Тюдоис Представляет сборную Армению Фетинанд Карабетян Привет, Эльд Натчан Как твои дела? Ничего, все хорошо И сразу Перед тем как К вопросам перейдем Мой дорогой подписчик Который сейчас смотрит это интервью Этот выпуск Если ты еще не подписан на мой канал Не сложно нажать на вот Где-то здесь сейчас появится Подписаться, колокольчики И так далее Это обязательно Это обязательно Подписаться Да Будьте уверены Хороший канал Подписывайтесь И следите за всеми его творчествами Все Тогда уже перешли к нашим вопросам И первый вопрос Как прошла твоя подготовка К чемпионату Европы У тебя впереди Чемпионат Европы в Праге, да? Да Чемпионат Европы В ближайшее время Подготовка идет все хорошо Слава Богу, все нормально Есть пару Таких маленьких травм К сожалению Это спор без этих травм Но Ну Это с тренерским штабом Все делали, чтобы Обойти эти травмы Но Мы прошли уже 4 сбора Хороших И В такой неплохой форме Сейчас нахожусь Так что Будьте помнить, что Нас нужны хорошие результаты Расскажи немножко про турнир Это какой турнир? Это рейтинговый турнир? Это как-то связано с Олимпиадой? К сожалению Олимпиаду Перенесли Да Немножко так Расскажи, чтобы Знали Ну Чемпионат Европы Дает 700 очков На Олимпийские игры У нас Как вы знаете Или не знаете Или не знаю У нас Рейтинговые По рейтингу Там по баллам Получается Чтобы отобраться На Олимпийские игры И В течение Четырек лет Все спортсмены мира Зарабатывают очки Зарабатывают баллы Чтобы Выступить на чемпионате На Олимпийских играх Там Получается 22 сильнейших Дэйса мира Попадают И Там 12-13 человек По охоте Пускают Сейчас Этот турнир Откипlia Товальше 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 Нам Принципи Чуть-чуть Не хватает Алимпийских игры Но Я думаю С этим проблем У нас не возникнет. Дай Бог, чтобы все турниры, как планировалось, не шли. Нам практически вчера еще объявили, что все, пока международные турниры закрываются до конца года, вот только чемпионаты Европы хорошо, что оставили, а остальные пока все убрали. И надеемся, с января месяца уже все возобновится и уже все соревнования опять начнутся. Но вот твои эмоции, когда вот в 2020-м, да, вот летом должна была быть Олимпиада и отменили все, а ты прям целенаправленно подготавливался, да, уже все по графику, все расписано. Твои эмоции какие они были? Ну, если честно, с одной стороны, для меня это было хорошо, то, что перенесли Олимпийские игры, потому что незадолго до Олимпийских игр в Израиле на Гран-при уже очень сильный турнир был, ну, рейтинговый, да. За выход в финал с испанских спортсменом я получил очень серьезную травму руки, ну, пальцы, да, очень серьезную травму. У меня была перелом, там, ну, в общем, и, допустим, до этих Олимпийских игр я бы на сто процентов не смог бы восстановить свою травму. Так, я в хорошей форме был, я там, вышел в финал, но в финале уже врачи меня сняли, с поломанных пальцем я вырвала. Будем считать, это знак. Да, и когда отменили, я говорю, ну, все, что и делается, делается к лучшему, и, ну, со временем уже травма, вылечилась и... Вот мой следующий вопрос был именно об этом, вот, как ты переборол в психическом плане, и как ты смотивировался. Получается, для тебя это все пошло... Да, 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 что... Смотивировался, что хорошо, что они Олимпиаду перенесли, время для... Да, для лечения, для поправки, да, тренировался в Минио. А весь карантин, вот, весь карантин ты... Я тренировался, да? Да, я был дома по Владикавказии. Вес не прибавил? Нет, если честно, у меня особо так вес не поднимается, вес нормально, потому что тоже тренировался всегда. Там зави тренировались, потом вызвали сборную. Здесь, в Армении, мы уже четыре сбора, вот, да, там, в протяжении таких месяцев постоянно павшим, здесь работаем. Так что мы всегда держимся, всегда в форме, все хорошо. А вот ты сказал про Владикавказ, да. Тренировка там, программа тренировки, и тренировка здесь, в Армении, здешняя программа. А чем-то отличается? Есть отличия? Ну, ну, не, конечно, отличается. У каждого тренера свой подход к тренировке. Ну, там эффективны по-своему тренировке, и здесь эффективны по-своему тренировке. Понятно, но, например, я смотрел интервью, ну, не интервью, а это влог Романа Глассова с гимнастом Нагорным. Вот, он говорил, он спрашивал у него, у вас сборы в горах происходят или нет? Вы тренируетесь там? Он сказал, нет. Влазов на это как бы удивился как-то. Вот, Владикавказ, насколько я знаю, там... А большие горы? Да, горы, природа. Именно это как влияет? Я, если честно, любитель гор. Я посмотрел тебя в инстаграме. Без гор я, если честно, не знаю, не представляю свою жизнь, потому что где бы я ни находился, допустим, на сборах, на соревнованиях, первым делом, когда прилетаю во Владикавказ, я, может, пойду на два дня, минимум, допустим, поеду в горы, я там заряжаюсь, отдыхаю, и потом опять спускаюсь, и опять вот, ну, начинаю ухать. Ну, у нас, в принципе, ну, и тренировки бывают в горах уже очень часто. Ну, все-таки воздух, это все, конечно, и играть в своем. В горах, это вот, ну, каждому борцу, ну, любому спортсмену тренировки в горах, это необходимо. Это один из самых таких хороших мест для, чтобы набрать хорошую форму. У тебя в Армении здесь есть конкуренция. Как в плане партнеров по тренировке, так и вот чемпионат в Армении. Да, у вас есть конкуренция у тебя лично? У меня есть конкуренция, ну, если честно, сейчас в основном у нас молодые ребята, которые, ну, потихоньку, потихоньку набирают обороты. Ну, для того, чтобы выйти на международный уровень, надо еще чуть-чуть времени. Можно сказать, чуть целые, но я думаю, со временем, да, Бог, и у них тоже все получится, так как я верю в них. Я думаю, просто так это, столько они тоже тренируются, ребята неплохие, и поэтому... Ну, не зря, да. А были ли предложения из России или даже из других стран, чтобы ты представлял их сборную? Ну, предложения были, естественно. После Европы тоже были предложения, ну, какие-то неплохие, но я все равно отказался, потому что я для себя еще давно выбрал, потому что я должен выступать за свою родину. И вот до конца своей дне я на свою родину надо принести, потому что у нашей страны по джетто нет еще олимпийских глян. И я хочу все сделать, чтобы обрадовать наш народ, чтобы принести эту глян, чтобы показать. Мы лично гордимся, на самом деле, смотрим, когда армянский флаг, Ким, наш на пятистале, и это реально, это гордость, гордость испытываем. Вот многие профессиональные спортсмены являются лицами каких-то брендов, да, вот, амбассадорами, так сказать. Ну да. Ты являешься таким лицом, или были ли такие предложения выгодные для тебя, чтобы ты стал лицом этого бренда? Нет, прям таких выгодных предложений у меня не было, ну, и предложения, на которые, ну, не интересны были, ну, не эффективны. Поэтому, если у кого-то будет возможность, ну, желание, такое вот хорошее, допустим, там, рангальное выгодное предложение, я готов послушать. Надеемся, наша самая нашлилась и голода. В детстве у нас у всех была какая-то мечта. Например, я хотел стать то военным, то госпонавтом, но сегодня не стал ни тем, ни тем. У тебя вот в детстве какая мечта была? Прямо стать чудоистом, стать чемпионом, или перед тем, как эта мечта стала, у тебя была какая-то другая еще мечта? Нет, я сейчас у меня только вот олимпийская цель у меня была. Ну, с какого момента эта цель у тебя появилась? Ну, вот смотри, вот где я живу, Владимир Кавкази, да, у нас район чудоистов. В принципе, у нас в Осетии там одни спортсмены, вот борцы, и вот одни спортсмены в другом. И ты куда бы ты ни пошел, с жало, ты в любую секцию, допустим, пойдешь на спортивную. Поэтому, вот мой сосед, он в физеролимических игр, чемпион, многократный чемпион Европы, мира, допустим. Тарус Аппад. Да, Владимир Кавкази. Ну, вот прямо мой сосед. Ну, вот, когда смотришь на таких людей, да, которые титулованные, которые известные личности, и, конечно, ты хочешь тоже, да, ну, берешь пример, ставишь себе в кумиры, и хочешь добиться, и уже результаты даже больше, чем они. Поэтому с детства у меня, со школьных времен, я всегда, у меня только голова была в спорте. У меня всю жизнь голова была в спорте. Тренировки, дом тренировки. Потому что у меня было всегда желание пробежать. Ну, это и правильно. Не сейчас, то завтра, не завтра, то послезавтра по-любому у тебя результат будет. Были моменты, когда я уступал, когда я жил в России, у меня не было документов профессионального гражданства. И примерно пять-шесть лет, да, я только вот боролась на республике, я только вот республику выигрывал. Хотя я, ну, в таком юном возрасте тоже хороший очень был. У меня не было документов. Но, и, получается, пропустил я юношеские времена, молодежь и уже практически со взрослых. Я начал радовать с легких, со взрослых. После того, как я получил уже российское гражданство, я уже начал быстро-быстро очень набирать обороты. Ну, пошло все. Дай Бог, чтоб еще были успехи и добился своей цели. Ты чемпион Европы в 2018 году и многократный чемпион и призер многих других международных турнеров. Во-первых, когда я, ну, смотрел, да, чемпионат Европы, он был довольно-таки сложным и конкурентом, да, у вас высокая категория конкурентная была. И ты в финале встретился с очень сильным, известным рейтинговым спортсменом из Азербайджана. Во-первых, твои мысли, как ты был смотивирован вообще на этот турнир в целом, а когда ты уже вышел в финал и узнал, что твой соперник он, вот тогда твои мысли, твоя мотивация, что у тебя творилось в голове тогда? До чемпионата Европы я, получается, был, завоевывал тоже медали с крупных международных турниров, это большой шлем, гран-при, чтобы все понимали, большой шлем, дзюдо, да, или гран-при, любой такой шлем. Как это связано с другом вообще? Большой шлем, гран-при называется, это рейтинговые турниры тоже, да, очень такие, очень серьезные турниры, они даже сильнее, чем чемпионат Европы, ну, они вот, ну, как чемпионат мира получается. У нас очень много больших шлемов и все, вот практически на всех соревнованиях участвуют все те же спортсмены, все самые мощные спортсмены мира. И в каждом весе по два человека, там, два японца, два азербайджанца, два русских. А, понятно. Да, ну, конкуренция сумасшедшая шлема, вот просто бешеная, да. И я, ну, 2018 год, ну, такая вот у меня хорошая, получать хороший путь был, я турнир за турниром, у меня получать эти большие шлемы, вот, ну, гран-при, и я завоевывал медали. У меня появилась такая бешеная тоже уверенность в себе. Я говорю, если я выиграю в Олимпийских чемпионах, чемпионов мира, Европы, да, почему я не могу выиграть и Европу, и остальное, допустим. И вот, ну, с хорошим таким настроем я поехал на чемпионат Европы и всех так, ну, хорошо выигрывая, дошел до финала, где встретился с азербайджанским спортсменом. Азербайджанец, он в том году, в 2017 году, тоже выиграл Европу. Ну, он многократный чемпион Европы. То есть, да, и Европы. Да, он действующий был чемпионом Европы. Мотивация была одна – знать, кто перед тобой, и собраться, и просто без ошибок подойти именно к этой схватке. Потому что вот, ну, до финала дошел – это хорошо, надо в финале только еще выложиться, и все. Я вот хорошо себя настроил на эту встречу, потому что я сам себе сказал, что я не должен проиграть, я не могу проиграть. Ну, да, ну, понятно, это спор, да, дзюдо, все бывает. Вот, ну, может, чуть-чуть ошибся, вот, ну, дзюдо именно, да, вот, чуть-чуть где-то маленькая, там, невнимательность, все, улетает. Поэтому надо было вот на миллион процентов быть осторожным таким, и, ну, хорошо вот настроиться, и сделать максимум. И мне вот удалось вот, ну, сделать это все, я выиграл его чисто, принес нашу стране золотой медаль. Ну, это самое главное, чтобы спортсмен, я напомню, спорт, тюдо, карате и так далее, вообще, любой вид спорта, это не только физика, это не только, там, ловкость и так далее, главное, это ум, это главное психическое, да, состояние, это хорошо себя смотивировать и выйти на ковер. Да, мозги должны по-любому, у каждого спортсмена работать, потому что ты можешь быть очень физически сильным, но если ты тупой, ты никого не выиграешь. Понятно. Можешь человек быть, знаешь, как, ну, физически нездоровый, там, немощный, но он техничный, и у него голова работает, он может, о-оп, обманул, подкушер, бросил, упаковал и отправил домой. Это было, насколько я знаю, первое золото, да, для Армении? Нет, второе, первое было в 2005 году. А, ну, ты уже вошел в историю, а что скажешь по поводу вообще чемпионата мира, что по миру у нас? По чемпионату миру? Да. Вот в 2018 году, когда я выиграл чемпионат Европы, я был, ну, вот очень хороший в форме, и тогда чемпионат мира должны были провести в Баку. Это европейские игры, которые? Нет, чемпионат мира, у нас по чудо должен был пройти в Баку. Сначала нас не пускали, потом мне сказали, что разрешают там бороться. В общем, я готовился, готовился до последнего дня, мы поехали в Грузию, чтобы уже улететь. И по дороге уже, ну, в Грузии нам сообщили, ну, позвонили, там, с мастерства, откуда я не помню, сказали, в общем, соревнования для нас обменяются, так как азербайджанская страна не обеспечивает нам безопасность и так далее. Да, и вот, ну, тренера решили, и, короче, что не будем выступать, но это было очень обидно для меня, потому что я очень хотел проехать туда и... Да, на битву, азербайджане поднять и армянский фанк, это было бы, ну, просто для меня это нечто, тоже отмойте. По поводу веса, любой профессиональный спортсмен сталкивается с этой проблемой, можно так сказать, веса долго. Как ты вообще справляешься с этой проблемой? Есть ли у тебя проблемы вообще в весе? Проблема, ну, я, в принципе, гоняю примерно 4-5 килограммов максимум. Я уже много лет в спорте и довольно-таки хорошо изучил свой организм, да, и поэтому ближе к соревнованиям, ближе к, получается, к взвешиванию, да, я уже грамотно себя подвожу, уже знаю как подвести и как что сделать, поэтому с этим проблемой особо нет. Ну, не знаю, в принципе, этот вопрос для меня неуместный, но был ли у тебя переломный момент такой? Ну, грубо говоря, что у тебя руки опустились и ты говорил, все, в общем, та же самая травма, травма была очень сложная, это все. Был ли такой момент, что сдался, например, такие мысли пошли? Ну, конечно, в 2019 год для меня было, если честно, такой черной полосой в жизни. Было много всяких проблем в моей жизни, были какие-то непонятные ситуации у меня. И, ну, от того, что столько нервничало, если честно, у меня в моменте бывало такое, что, ну, лучше оставить, да, ну, я уже хотел оставить. Но потом уже в себе я говорю на себя, подожди, что, парень, у тебя еще все впереди, у тебя незаконченное дело и когда ты делаешь? Ну, в общем, я собрался и вот, ну, в начале уже года 2020 года я сразу выстремнул, там, ну, соревнования, получается, в Израиле, принес медаль и вот так вот. Ну, недавно тоже в триманию боролся, получается. Да, кстати, ты золото за ногу, да? Да, там вопросы шесть командок, все выпил, да, и двигаемся вперед. Последний вопрос о дзюдо, хотя я сомневаюсь, что это последний вопрос о дзюдо. В Армении вообще развит этот вид спорта? В Армении? В Армении вот был период, который тогда вообще был очень такой, ну, спад. Скажу так честно, для любого вида спорта нужна финансирование, нужна вот флаг для любой вид спорта. Дзюдо не такой уж богатый вид спорта, да, я так скажу. Но то поколение, которое, ну, мой возраст, скажем так, да, ну, многие парни, они уже оставили дзюдо, потому что им надо семью, допустим, кормить, да. Ну, они, допустим, там семью создали туда-сюда, и поэтому без зарплаты жить, без зарплаты выступать, когда говорят, что ты подпривет и просто так выступать, это будет неправильно, потому что семья будет голодать, да, кормить жената, поэтому многие оставили дзюдо, к сожалению, да, к большому сожалению, но были хорошие спортсмены, и сейчас они работают и кормят свои семьи. Ну, ну, сейчас крое поколение у нас есть, молодежь, ну, хорошее поколение, довольно-таки неплохое, поэтому надеемся, что из них получится хорошее. Ну, сейчас уже конфедерация и остальные должны этим всем заводиться, чтобы эти молодые парни. Ну да. А если у тебя в планах, ну, в дальнейшем, в будущем своим именно фактором повлиять на этот вид спорта именно здесь, в Армении, даже как-то, ну, открыть свои школы или там по дзюдо, да, или балсы, есть у тебя такие планы? Ну, вперед забегать я не хочу, если честно. Ну, ты думал об этом? В общем, очень многое, но от меня все, что зависит, да, я всегда говорил и говорю, я чем могу помочь, чем могу быть полезен в нашей стране. Я всегда в любой момент готов помочь. Также вот с парнями работая, они тоже где-то, может быть, я что-то не знаю, то, что я знаю, я им помогаю, подсказываю, потому что это мое все равно. Я хочу, чтобы наши тоже с тобой были. Да. И советы какие-то, вот, правильные, допустим, даю, там, ну, я вижу то, что мне глаза тоже горят, когда, вот, мы подсказываешь, говоришь, когда ты смеешься по чему-то. Вот, вот, я когда маленький был, я сегодня старший, когда я что-то говорил, вот, ну, подсказывал, да, там, что-то, что-то, я прям, ну, я шел и начал все делать туда-сюда, поэтому тоже хочу замотивировать многих детей, многих парней, которые тренируются, занимаются этим видом спорта, потому что это мой вид спорта, я хочу, чтобы он был одним из лидеров в Армении у нас. А, я же говорю, это не последний был вопрос. В рейтинге, в мировом рейтинге, ты какую строчку занимаешь? Ну, сейчас, где-то, наверное, сороковое, тридцать шестое, тридцать шестое, потому что, вот, девятнадцатый год, получается, мало где отборолись, потом, вот, в двадцатом году, у меня, вот, после травмы на двух турнирах мы не смогли полететь, потом, вот, коронавирус, потом нас, наверное, отныне не допустили на соревнования, война или коронавирус, так я не понял. Да, нет, я даже не сомневаюсь, потому что я знаю свои силы, знаю свои умения, и поэтому у меня только одна цель – пройти туда, работаем, боже, помню. Главное – хорошо подойти к экономическому миру. Так, кроме туда вообще есть какие-то другие интересы? Ну, другие интересы, свободное время часто занимаешься, хобби, может быть. Я смотрел, ты прям, все с активным видом, активный отзыв у тебя получается, да, там, с парашютом, с самолета прыгаешь, с парашютом, там, не знаю. Ну, когда, 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 что, бывает, да. Бывает. Вот, я люблю вот, все, что связано с ангенарином, это вот, я кайфую с этого, да. Я люблю вот исковать где-то, что-то, ну, такой вот, огонь, короче. Да. Вот тебе уже почти 30 лет. 27 будет 28 лет, да. Такой вопрос, жениться не собираешься? Собираюсь. Собираюсь. Раз Бог, ну вот, у нас сейчас нехорошие пока времена в стране. Война, коронавирус, даст Бог, пока это все, ну, в ближайшее время все у нас закончится, тоже поможем. Молимся, надеемся, чтобы все это прошло поскорее. И уже будем к этому уже готовить. Ага. У меня тоже есть такие. А, ты тоже хочешь? Ну, я пока сделал, в своем виде спорта, в минимум, да, до максимума еще не дошел. В минимум, допустим, чемпионат, чемпионат Европы мы медали наислили. У нас еще есть олимпиады, чемпионат мира. Но после олимпийских игр я пока еще особо так вот прям не задумывался, что все, я выйду. Просто мне нравится, блин. Я вот, ну, бывает так свободное время, может быть, пойду там по грушам, где-то что-то там, поборюсь, там, побоксирую с кем-то. Да, я не скажу то, что я вот очень такой вот положенный, там, рукопашенный. Просто для себя, чисто, пока вот для себя бывает, когда свободный. На армянском. Базбазаское. Да. Я видел твою фотку в Инстаграме, где вы сидите с Тимашем Бомбом. Да. Тимаш... Я ням, что-то, как? Я считаю, что именно ты что-то похожи, как он будет. Да. Ты лишь боится? Я говорю, что-то не спешит, ну не спешит? Я не буду спешить, сделать или сделать. Нет, я не спешит. Я не спешит полей. Глядь. Да. Я спешит, я посешит. Я не спешит, что-то. Я Engnelle не спешит. А потом же еще раз. Я знаю. Я видел твою фотку в инстаграме, где вы сидите с Тимошем Павлом от облечения? Да, я видел Тимошем Павлом от облечения. Я ерошенец. Я видел фотку в инстаграме с Тимошем Павлом. Тимошем Павлом – легенда в футболе. У тебя с ним есть прямая связь? Да, я с ним общаюсь. То есть через твою руководство вы играете? А с Аршавином? С Аршавином. Когда я в Казахстане был, когда мы виделись, Аршавин тоже должен был прийти. Но по каким-то причинам я пришел. А вообще из мира футбола с кем ты знаком? С мира футбола? Напомню, что… Азистинские футболисты есть. Азистинские футболисты. Тимошюк же, он еще играл в Баварии. Да, в беге чемпионов. Тимошюк. Тимошюк. Сейчас тренеру, извините. Да, помочь ему. Синака. Да. Бороться с медведем не хочешь? Есть. Я на столько времени еще ищу медведей. Потому что, кто борется с медведем, становится легендой. Бешеное желание. Да, не только с медведем. Кстати, вот такой вопрос. А вот во время зиплайна ты же держишься на этот канал, да? У тебя рефлекторно случайно не было такого, что на тренировках что-ли, понимаешь? Да, понятно, да. Но там просто один я здесь держал, а другой я держал. Селф упал, да. Поэтому я второй рукой не могу. А телефон держал? Да. Да, да. Если бы этого не было, то я снимал. В облакаре. Лизгинку часто танцуешь? Ну, так как я вырос на Кавказе, там грех не научился танцевать лизгинку. Поэтому на всех мероприятиях, окей, там торжества бывают. Сразу знаю, то я уже умею. Да, круто. Сейчас мы поиграем с тобой в одну игру. Я называю кого-то, ты одним словом пробуешь охарактеризовать его или ее. Ким Кардашан. Красиво. Микан Арктиян. Мощный. Степан Маранян. Мощный. Сильный. Позитивный. 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 Спит Арктиян. Айко. Уже верночь. Арктиян, ты Микан? Брад. Самбел, Агенесен. Не знаю. Самый чот. Самый лагерчик. Агенесен. И оценка Агустян. Вигенно. И сейчас мы уже подошли к плит опросам. Уже концовка. Два варианта. Ты, не думая, быстро выбираешь кого-то одного. Хабиб или Коннор? Хабиб. Шаблонные вопросы у нас пишет сценарист. Таймвэй или мэрс? Таймвэй. Отдохнуть или потусить? Отдохнуть. Фастфуд или правильное питание? Молодно. Молодно. Да ладно. Какой совет ты дашь нашей молодежи? Нашей молодежи, я могу сказать так, дорогие наши младшие, дорогие наши спортсмены. Я вам хочу сказать одно. Но вы не смотрите, что вокруг вас творится, кто-то, допустим, гуляет, кто-то курит, кто-то пьет, и это не показать того, что вы там на автоваре, ну да. Хороший человек становится тем, чем он добивается. Лучше вы это время, которое вы на улице проводите, лучше проведите это в зале, лучше отпошите, поработайте, достигнете результата, чтобы вы сами кайфанули от себя. Просто я считаю, что мой спортсмен должен забыть улицу, должен забыть очень многое, тусовки, нетусовки. Делайте обязательно всегда зарядку, тренировки, всегда слушайте своих тренировок, то, что они говорят, и не сочковать. Потому что рано или поздно результат вам будет. Конечно. А нашим подписчикам что ты скажешь, посоветуй, пожелаешь? Подписчикам могу только сказать, чтобы они звали всех своих друзей, чтобы они тоже подписывались на этот канал. Потому что здесь очень-очень много интересного, и очень-очень много интересных людей приходят в гости. Надеюсь, что вы сказали, что вы сказали, что вы сказали, и с Винскова тоже будут при меня. Будут? Конечно. Поэтому подписывайтесь, не пожалейте. И последний вопрос. Я этот вопрос всем задаю. Представим, что вы уже в саду. Спасибо. И уже близок тот день, когда умрешь. Никогда ты здесь не называешь такой вопрос. Не дай бог, конечно, что... Дай бог, дай бог, что этот день, он не скоро... Но я это всем задаю. Представь. Какую песню ты бы послушал перед тем, как уйти в мир Иной? Какая песня? В Каму? Ну, это... Эту песню. Навсегда в этой песне. Да? Всегда. Обожаю. Эту песню поставим. С нами был фейтенант Карабетян, чемпион Европы. Да и просто очень хороший, позитивный, скромный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты перед даже турниром сейчас должен был отдыхать, но ты нашел время, чтобы стать моим гостем. Спасибо тебе большое. И дай бог, чтобы с Европы ты уже с золотом вернулся, и чтобы мы все обрадовались, смотря на это золото. И, в принципе, у меня еще есть проекты. Встретимся еще. Встретимся еще. Спасибо тебе большое. Спасибо вам за приглашение.